Всем привет! Вы на канале Культуры, с вами Настя Сатюк, и 1 сентября не только дети идут в школу, не только Киара Феррани празднуют годовщину своей свадьбы, но также открывается и 78-й венецианский кинофестиваль, который на минутку входит в Big Five, то есть в большую пятерку самых крупных кинофестивалей мира. На первом месте Канна, естественно, ну вот второе-третье место делят Берлин и Венеция, но на втором месте Венеция точно по медийности, по тому количеству звезд, которые приплывают на красную дорожку, по тем фильмам, которые, естественно, идут в рамках конкурсной и неконкурсной программы. Этот кинофестиваль не исключение, сегодня я расскажу вам, как он готовился и как проходило открытие этого кинофестиваля. Нужно отметить, что венецианский кинофестиваль единственный из категории А, фестиваль, который не закрылся в прошлом году из-за пандемии, он не перешел в онлайн-формат, он полностью прошел в оффлайн-формате, конечно, там с какими-то ограничениями ковидными. Это, конечно, заслуга в первую очередь директора фестиваля Альберто Барберы, который, кстати говоря, в этом году оказывается станет счастливым молодым отцом. На красной дорожке, по крайней мере, он дефилировал со своей глубоко беременной женой. Он категорически отрицал прошлогодние такие слухи и мысли о том, что, в принципе, фестивали, смотры, конкурсы уйдут из оффлайн-формата и перейдут в онлайн-режим. Он сказал, что Венецианский кинофестиваль не может проходить в онлайн-режиме, ему нужны звезды, ему нужна красная дорожка. И он всеми силами, правдами-неправдами провел в прошлом году фестиваль. И говорят, что Венецианский кинофестиваль — единственный из крупных кинофестивалей, который не только не упал в цене, но даже понемногу растет. Но в этом году кинофестиваль может похвастаться большим количеством крупных фильмов, которые будут презентованы в рамках кинофестиваля. Естественно, мы ждем Спенсер, картина про принцессу Диану. Буквально день в день выходит эта картина с днем трагической гибели принцессы Дианы. 24 года назад в автокатастрофе погибла принцесса Диана. И вот 2 или 3 сентября будет показана картина Спенсер с Кристен Стюарт в главной роли. И, конечно, очень много разных скептически настроенных кинокритиков, кинолюбителей ждут эту картину, потому что, конечно, сомневаются в актерских способностях, да и режиссерских, как они покажут знаменитую непревзойденную королевую сердец принцессу Диану. Я ожидаю с нетерпением фильм Паула Соррентина, моего любимого режиссера, одного из самых любимых режиссеров. «Рука Бога» спродюсирован фильм Netflix, а это уже заявочка, между прочим, на все самые крупные победы. «Сила собаки» в главных ролях снялись Бенедикт Кэмбербэтч и Кирстен Данст. Ну и, кстати, во внеконкурсной программе будет очень много классных премьер. Это ожидаемый блокбастер «Дюна», это, конечно же, сцены супружеской жизни и невероятно грандиозный фильм с гигантским количеством актеров Риддель Скотта «Последний дуэль». Очень интересный выбор жюри. Пон Джин Хо возглавляет состав жюри «Кореец», который снял оскароносный фильм «Паразиты». Покоривший Голливуд, у него есть Оскар. Также Оскар есть и у китаянки Хлои Джао, снявшая «Страну кочевников», получившая за нее Оскар. Правда, многие говорят, что она не китаянка, она американка китайского происхождения. Также в составе жюри бельгийская актриса Виржиния Эфира, которая снялась в недавнем фильме Пола Верховена «Бенедетта» или «Искушение Бенедетты». Я вот смотрела, например, в рамках Одесского кинофестиваля, была разочарована фильмом, потому что очень много там провокаций, очень много было ожиданий от этого фильма, но для себя ничего не увидела, кроме откровенных сцен, но не сексуальных и не возбуждающих, если честно. В любом случае, очень красивая, очень крутая актриса. Вообще, сильный состав жюри в этом году и очень необычный. В жюри также актриса Синтия Рива и Сарагадон, режиссер-документалист Александр Нанау и режиссер из Италии Саверио Костанце. Но нам-то, нам-то интересна красная дорожка открытия Венецианского кинофестиваля, тем более, что Альберто Барбера обещал, что будет очень много звездных гостей, что он сделает шикарную церемонию открытия. Но вот я в режиме реального времени слежу за красной дорожкой, нахожусь сейчас вот буквально между несколькими мониторами, смотрю, отслеживаю всех звезд. Но вы знаете, я не очень-то воодушевлена красной дорожкой. Наверное, есть две причины. Во-первых, близость Каннского кинофестиваля, все-таки его немного перенесли, и они прям вот с венецианским идут очень близко и географически, и, так сказать, очень многие актрисы и модели перекочевали с одного фестиваля на другой, поэтому, может быть, не так интересно. Ну и, конечно, невероятно грандиозный, можно сказать, фестиваль Альта Мода, который провел бренд Дольче Габбана буквально накануне Венецианского кинофестиваля, где показал, ну, просто восхитительное платье, естественно, где выгулили все молодые наследницы многих моделей, актрис, дочери, сыновья. Все были в качестве моделей, Дольче Габбана любит такое делать. Безумное количество мировых звезд, которые прилетели в Венецию, и, надо сказать, не показались на открытии Венецианского кинофестиваля. Я-то думала, что это все будет как бы само собой разумеющееся, что Джей Ло, естественно, после Альта Моды пойдет и на красную дорожку, но не тут-то было, и поэтому, наверное, после такого количества фотоспама, который мы видели в социальных сетях последние там 2-3 дня, казалось, что это продолжится и на открытии, но открытие как-то немножечко прошло более смазано. Если кто не помнит, невероятный скандал у этого бренда за последние несколько лет, и блок от китайских покупателей и от многих голливудских звезд, которые, кстати говоря, прилетели в этот раз на Альта Мода, как будто бы забыв всевозможные скандальные истории, разборки, которые были с этим брендом. Пиарщики бренда постарались, и ощущение было, что все так же бескорыстно любят и Стефана Габбана, и Доминика Дольче. Все обнимались, целовались и, конечно же, фотографировались. Поэтому на открытии Венецианского кинофестиваля оказалось не так много гостей. Но давайте все-таки о них все равно немного скажем. В первую очередь это Пенелопа Круз, которая выгулила уже несколько нарядов от Шанель. Шанель-амбассадором этого модного дома является актриса, поэтому она появилась в день открытия сразу в трех нарядах от Шанель. Сначала на фотоколе, потому что фильм-открытие этого фестиваля, фильм Педро Альмадовара «Параллельной матери», где главную роль сыграла Пенелопа. Поэтому она, естественно, появилась в Шанель, от нее другого и не ждут последние несколько лет. Честно говоря, может быть, для бренда это и круто, но для актрисы, мне кажется, уже немного скучно, потому что у бренда очень укоренившаяся ДНК, которая не выгрызла просто ничем. Это, конечно, и хорошо с одной стороны, но с другой стороны немного скучновато и предсказуемо. Поэтому, да, мы наблюдали в любимых твидовых пиджаках Пенелопов, в красивых платьях, заниженной талии, все как положено у дома Шанель. Дальше Анна Доларуса, которая всегда привлекает к себе внимание на красных дорожках, но здесь был еще и инфоповод, потому что буквально накануне она заявила о том, что она прощается с Конденаст, после многих-многих лет работы в ВОГ, сначала в Вокитаре на Франку Сацани, она работала потом в японском ВОГе, она была таким практически главным редактором этого издания, и тут она прощается внезапно достаточно для индустрии моды, это был, конечно, такой серьезный удар, и все внимание было приковано к ней. Она также сменила несколько нарядов, отдала предпочтение итальянскому бренду Эрмана Шерпина, как обычно, очень спорные образы, но на то она и она от Деларуса, уверена, что после Конденаст она также найдет, где себя применить, и 100% это будет фэшн-сфера. Жена Родригес, жена футболиста Криштиану Роналду, также дала предпочтение бренду Эрмана Шервина, но блистали девушки и Дочи Габбаны, естественно, это было ожидаемо, потому что прямо накануне проходило грандиозное представление Альта Мода. Бьянка Балти, наверное, всех покорила своим желтым платьем, как раз-таки из последней кутюрной коллекции Альта Мода, но также любимица бренда Хелен Мирен, естественно, появилась в Дочи Габбаны, и как бы не старались многие хейтеры и сторонники эйджизма говорить, ну как же так можно, 80-летняя женщина, и в таких-то пайетках постоянно появляется на красных дорожках, но согласитесь, ей идут и потрясающие цвета в рове глаз, и фасоны смелые, и пайетки, и декор, все, что любят Дочи Габбаны, смотрятся прекрасно и на Хелен Мирен. Например, Адриана Лима выбрала красное яркое платье Этро и нового бойфренда, к ним было особое внимание приковано. На красной дорожке, кстати говоря, немного округлившейся формы Адрианы намекают, возможно, на пополнение в семействе. Были девушки, которые предпочтили бренды Альберто Ферретти и Версачи, так случается на каждой красной дорожке в любой точке мира, независимо от назначения мероприятия, так сказать. Но абсолютно большинство девушек выбрали бренд Армани, Джорджо Армани или Армани Прайв. На самом деле, я думаю, что это какой-то определенный договор, потому что, ну, очень много девушек действительно были в Армании. И девушки-модели, в первую очередь, это Сара Сампайо и Барбара Палвин, как обычно, шикарные, красивые, строгие черные платья. Изабель Юпер, которая просто сменила несколько нарядов, естественно, от Армани. Но Грета Ферро покорила меня больше всего ее наряд от Армании. Просто невероятно утонченный, скромный одновременно, все равно сексуальный, который и скрывает, и одновременно обнажает женскую фигуру, женскую натуру. Потрясающее платье для меня. Это точно фаворит на открытии Венецианского кинофестиваля. Очень интересно услышать ваше мнение. Пишите его в комментариях, конечно, как вам, во-первых, открытие, и как вам фильмы, которые будут участвовать и в конкурсной программе, и вам не конкурсной. Возможно, какие-то фильмы вы очень сильно ждете. К сожалению, мы их увидим не сейчас, естественно, а уже после фестиваля. Я уверена, что мы очень скоро встретимся. Скорее всего, в рамках именно этого Венецианского кинофестиваля я выйду еще раз в эфир. До скорой встречи. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.